Главное музыкальное событие года Евровидение ДТ-2009 на финишной прямой. Этой ночью во втором полуфинале определились последние 10 претендентов на победу в конкурсе. Уже завтра, 16 мая, разрешится главная интрига. Станет известна лучшая песня континента. Зрители Первого канала увидят все в прямом эфире. На сцену Олимпийского выйдут 20 победителей по итогам двух марафонов, а также 5 участников, оказавшихся в финале автоматически. Итоговое шоу обещает быть еще более грандиозным. Оно даже шагнет за пределы планеты. Известно, что участие в концерте примет экипаж МКС. Антон Войцеховский о тех, кому улыбнулась удача во втором полуфинале. Это шоу с музыкой, танцами, песнями, огоньком, спецэффектами и даже акробатическими номерами. 33-летний венгер Золи Адак так прыгал во время выступления, что все удивлялись. Откуда силы, чтобы еще петь? Страстям на сцене соответствовали и эмоции за кулисами. Нелли Чабану из Молдавии на счастье написала чье-то имя на руке. Это моя ночь! Норвежец Александр Рыбак почти по-боксерски бил кулаком в раскрытую ладонь отца. Кто-то разминался, кто-то, закрыв глаза, настраивался. А Айсель из Азербайджана настолько прониклась атмосферой, что уже подпевала чужим песням на сцене. Кажется, что в интервью, которое они все давали и до, и после выступления, звучала одна мысль. Они приехали сюда не столько побеждать, сколько просто хорошо выступить. Это была великолепная публика и сцена. Все, что я хочу сказать. Спасибо, Россия! Спасибо, Россия! Это было замечательно. Публика великолепная. Это был мой самый потрясающий сценический опыт. Я был на сценах, но это было просто... Вау! Грек Саки Срувас к выходу на сцену готовился как спортсмен к выходу на ринг. И глядя на некоторые выступления, действительно казалось, что хорошая физическая форма для этих артистов не менее важна, чем хороший голос. Или хорошее владение инструментом. Одних выступлений со скрипками в этом полуфинале было три. Песню норвежца Александра Рыбака, конечно, эмоциональнее всего принимали в его стране. А после того, как он вышел в финал, ее пели даже на улице. Голосование за полуфиналистов. Из 19 стран-участниц выбрали 10. Азербайджан, Хорватию, Украину, Литву, Албанию, Молдавию, Данию, Эстонию, Норвегию и Грецию. Кажется, в тот момент выходу в финал они радовались так, как будто уже победили. Мы рады, мы рады, мы рады, мы рады, мы рады. Мне кажется, что я перепиловали ямки, потому что я внутренне настолько была спокойна, мне, честно говоря, от этого было страшно. Но мы безумно рады. Итак, финал конкурса Евровидения состоится в субботу, 16 мая. В нем примут участие артисты из 25 стран. Причем выступления пяти финалистов, в том числе представляющие Россию Анастасия Приходько, зрители увидят впервые. Так что эффект непредсказуемости и неожиданности результатов конкурса будет сохраняться до конца. Антон Войцеховский, Александр Грисан, Первый канал.